МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Медведев. Бюджетные кредиты предусмотрены для частичного покрытия дефицитов и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетных средств. Напомню, условия предоставления кредита в этом году будут такими же, как в 2015-м. Речь идет о темпах поэтапного сокращения доли коммерческой задолженности к сумме региональных доходов без учета безвозмездных поступлений. В цифрах это выглядит так. К 1 января 2017 года не более 70%, к 1 января 2018 не более 60%, к 1 января 2019 года не более 50%. Кроме того, в соответствии с утвержденными правилами будет учитываться, что по итогам исполнения бюджета субъекта Федерации в 2016-2019 годах дефицит бюджета региона может превысить плановый показатель на сумму поступлений от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в его собственности. Кредит размером в 1 миллиард. В феврале Ненецкий округ снова возьмет взаймы. На такие меры администрация региона идет для того, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование госучреждений. Кроме того, власти НАУ рассчитывают получить бюджетный кредит, который обойдется региону намного дешевле коммерческого. Параллельно финансисты округа продолжают искать пути оптимизации расходов. Начали, как говорится, с себя. В прошлом году финансирование органов госвласти уменьшилось на 7%. В планах на текущий год не менее 15%. Об этом представителям СМИ сообщили на пресс-конференции Департамента финансов и экономики региона. На общем фоне экономических потрясений, которые коснулись без преувеличения всей страны, Ненецкий округ оказался одним из тех регионов, которому не повезло больше всех. Зависимость от углеводородов, которая еще полтора года назад казалась рогами забилия, сегодня стала для нефтяных регионов первопричиной дыр в бюджетах. Ситуация в стране очень сложная, поэтому это очень серьезно отражается и на нашем бюджете, поскольку зависимость доходов окруженного бюджета от нефтедобывающей отрасли составляет доходы нефтянки 90%. Естественно, что мы, когда планировали бюджет, исходя из 50 долларов за баррель оказалось сейчас 30, это очень влияет, и у нас есть риски выпадения доходов. В зону риска попадают более 4 миллиардов рублей. 3 миллиарда 600 миллионов округ может недополучить от Харьягинского СРП. Такой сценарий власти региона, конечно, просчитывают с надеждой на то, что этого не произойдет. А пока финансисты региона готовят подушку безопасности. В феврале округ возьмет 1 миллиард кредитов, который планировали выбрать еще в декабре, а затем начнет торговать еще несколько. Параллельно Департамент финансов начал очень сложную процедуру по возможности привлечения бюджетного кредита под выпадающие доходы. Мы сейчас оптимизируем все, что можно, потому что это будет одними из условий. Соглашение на кредиты бюджетные – это очень сложное соглашение. Я пообщалась с другими субъектами. Это, во-первых, и соблюдение нормативы на содержание органов госвласти, что, в принципе, у нас достаточно раздута пород управления. И это все мы сейчас, если мы в прошлом году начали делать, то будем продолжать делать с тем, чтобы нам, так сказать, выйти на нормальное финансирование в этом году. Разница между коммерческим и бюджетным кредитом существенная, поясняют финансисты. От этого и сложность в его получении. Обслуживание кредита Минфина обойдется округу меньше, чем в 1% против 12% ВТБ. К примеру, только в этом году на обслуживание госдолга в бюджете округа заложено 620 миллионов. В ситуации с бюджетным кредитом эта сумма может быть в 10 раз меньше. Но пока этот кредит только в планах, Департамент финансов продолжает работу по оптимизации расходов. Под контроль межведомственной комиссии по оптимизации попали все закупки, поскольку власти отдают себе отчет в том, что не по всем контрактам они смогут выполнить свои обязательства. Кроме этого, активно используются и другие формы оптимизации. Это аутсорсинг услуг. Первый у нас сейчас выходит на конкурс аутсорсинг питания по Каратайской школе. Следующим мы планируем выдать на аутсорсинг клининговые услуги – это уборка помещений в школах. Меры по внедрению системы аутсорсинга дадут положительный эффект, отметила Татьяна Лагвиненко. Появится здоровая конкуренция в малом бизнесе. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Экономия из ветра. Электросети Амдермы начали снабжаться энергией ветрогенераторов. Установка эксплуатируется в тестовом режиме и дали поселку порядка 5000 кВт в час зеленой энергии. Это первый опыт строительства ветродительного энергетического комплекса как для региона, так и в целом для Крайнего Севера. В настоящее время специалисты проводят испытания работы на трех установках ветродизельного комплекса. В целом он включает четыре ветроэнергетические установки общей мощностью 200 кВт, а также три дизельных генератора общей мощностью 460 кВт. Ветродизельный комплекс пока не выведен на проектную мощность. Тем не менее поселок готов к прохождению осенне-зимнего отопительного периода за счет летней навигации. В рамках северного завоза в Амдрому в полном объеме были доставлены все необходимые топливно-энергетические ресурсы. В перспективе использование альтернативного источника энергии позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, сократить расходы на приобретение топлива, завозимого в морскую навигацию по сложной логистической схеме. Совместный проект стартовал в ноябре 2012 года в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик». На всю программу на самом деле будет потрачено еще пока идет сейчас аудит, отчетность полностью по контракту. И где-то общая сумма составит всех затрат, в том числе окружных, вот эта реконструкция самой дизельно-электростанции, где-то около порядка трех миллионов евро. Но это все вместе. Это ветряные установки, дизель-генераторы, реконструкции, то есть строительно-монтажная работа, проектирование, изыскание, все-все-все, все вот эти виды работы. Примечательно, что ветрогенераторы принесут не только экономию бюджетных средств на приобретение и поставку топлива в муниципалитет, но и сократят количество безработных. И как сложиваться ветряки в Андерме будут местные специалисты. Какие секции и кружки популярны у детей Неницкого округа и почему переезжает Дом детского творчества? На Ринмаре обсудили концепцию развития дополнительного образования в регионе. Круглый стул приурочили к изменениям, которые произошли в области доп. образования за последний год. Переход учреждений с муниципального на региональный уровень, нормативно-подушевое финансирование и дефицит бюджета – вот главные причины, которые собрались обсудить за круглым столом. Участникам заседания необходимо выработать единую систему функционирования, дополнительного образования в новых экономических условиях. В регионе у нас ситуация уникальная. На самом деле, дополнительное образование для детей бесплатно. Все мощности и в спорте, и в сфере искусства находятся… Это активы. Активы окруженные. Немногие регионы могут таким положением дел похвастаться. В то же время жители округа отмечают – в регионе много спорта, физкультуры, художественно-эстетического направления. И совсем не хватает интеллектуальных и технических кружков. Родители и педагоги предлагают вернуть то, что раньше называлось «Станция юных натуралистов» и «Кружок авиамоделирования». Определяю научно-техническое творчество одним из приоритетов дополнительного образования в округе, потому что уже не секрет никому, что мы стоим предпоследнее по Российской Федерации по охвату детей именно в данном направлении. Поэтому планомерно включились работы уже в настоящее время в Центре детского творчества, разработаны программы. Кроме содержания образовательных программ будет корректироваться и финансирование. Учреждения ДОП образования совместно с депутатами постараются найти оптимальный и эффективный способ. К примеру, Дом детского творчества больше не будет платить ежегодно 25 миллионов рублей за аренду помещений. С января 2010 года они находились в этом арендованном здании, то порядка 150 миллионов уже оплачено было как аренда. Вы правы, что можно было построить, наверное. С другой стороны, учреждению необходимо не только помещение, но и материально-техническая база. Сегодня дополнительное образование нуждается в модернизации оборудования. Все рекомендации и предложения будут отражены в резолюции по итогам круглого стола. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На внеплановые каникулы сегодня ушли все школы города. Незапланированный отдых выпал школьникам из-за эпидситуации, которая складывается сегодня в регионе. Школы, закрытые на карантин, не сокращают весенние каникулы, продолжают учебный процесс дистанционно, отправляя ученикам домашние задания для самостоятельного выполнения. А те школы, которые ушли на внеплановые каникулы, вторую часть каникул проведут в марте. В связи с высоким уровнем заболеваемости на досрочные каникулы до 10 февраля отправили все городские школы. До 5 февраля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школе-поселке Искателей. На закрытый на карантин школы-села Великовисочная и начальная школа-детский сад в поселке Хангурей. В дошкольные учреждения в Красном, Амдерме и Оксином приостановлен воспитательно-образовательный процесс в 26 группах детских садов «Семицветик», «Родничок», «Теремок», «Росток», «Кораблик», «Аннушка», «Солнышко», «Умка» и «Радуга». По мнению главного врача Ниницкой окружной больницы Андрея Дедова, закрытие школ и детсадов позволит снизить количество вновь заболевших. С мнением медиков согласны и педагоги. На образовательные программы это никак не повлияет. Отставание по школьным программам будет наверстанно частично за счет весенних каникул. Зато временное приостановление учебного процесса поможет сдержать темпы роста заболеваемости. Спад заболеваемости в Российской Федерации и также в Ниницком округе ожидается в конце февраля, но не нужно расслабляться, потому что будет вторая волна заболеваемости, которая придется на апрель месяц. Она будет менее интенсивной, чем первая, но все же нужно ее ожидать. Главные рекомендации медиков по профилактике – это чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, чаще мыть руки, а в многолюдных местах пользоваться медицинскими масками. Состояние животных, застрявших на зимнике, всю неделю обсуждают в социальных сетях. Долгожданное прибытие. В Нарильмар приехал коневоз, застрявший в снегах зимника Нарильмар-Усинск. Новые схемы. Мошенники активизировались в социальных сетях. Есть жертвы. Движение по автозимнику официально закрыто для всех видов транспорта. Подрядная организация компания «Транзит» уплотняет и проливает трассу. По информации 112, на автозимнике в пункте дорожников продолжает оставаться более десятка машин, которые дожидаются официального открытия трассы. В 10 часов утра в сторону Харьяги отправились сотрудники ПСС. Спасатели планировали вывезти зимника трех человек, в том числе ребенка. С целью недопущения несанкционированного выезда в дополнение к шлагбауму со стороны Коми установлен такой же и на въезде из Нарильмара, который будет контролировать наряд ГИБДД. Напомню, актуальную информацию о состоянии зимника можно узнать по номерам телефонов 112 и 8 911 650 40 40. Сейчас зимник Нарильмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Долгожданное прибытие в Заполярье. В Ненецкий округ приехал коневоз, застрявший в снегах зимника Нарильмар-Усинск. Обельные снегопады и теплая погода вынудили людей и их питомцев томиться в ожидании зеленого света. О новых жителях города и их путешествиям расскажет Валентина Чибичек. Дорога для трех лошадей и трех пони оказалась очень длинной. Восемь дней они провели вот в таких маленьких фургончиках и наконец-то приехали на новую родину. Это русский рысак. Там Фиджи стоит гонаверка. Вот первые посетители города Нарильмара жители попустились. Все-все, ребята, вы приехали, вы дома, дома, дома. Когда фургончики с животными выдвигались из Кирова в Нарильмар, никто и не предполагал, что путешествие может затянуться. Для шести питомцев приготовили корм, поместили в фургоны и поехали. В понедельник после сильного снегопада и совсем не февральской погоды зимник закрыли. На Харьяге мы, соответственно, и попали в ловушку, потому что, подъехав в Харьяге, объявили, что закрывают зимник. Колонна проскочила за два часа до нашего прибытия туда. И обратно дороги нам тоже не было вернуть лошадиное место, потому что усилий мы тоже перекрыли. Транспорт, на котором везли питомцев, усугубил ситуацию. Летняя резина и задний привод совсем не приспособлены к арктическим условиям. Если бы не вовремя подвезенный трал, снабжение продуктами и кормом, путь мог закончиться трагически. Однако обошлось без потерь. Все три лошади, русский рысак, гоноверка, племенной конь и три шотландских пони прибыли в полном составе. Теперь Ненецкий округ – их новое место жительства. Мы сегодня везли для детей города на ремуары, для праздников, то бишь, заниматься детьми, потому что у наших детей нету животных здесь, а как бы для детей у нас культивной школы. Мы решили делать подарок для города. Мэрия держала это в секрете, но не получилось держать в секрете, узнала об этом вся Россия. Когда питомцы выйдут в свет, пока держатся в секрете. Известно, что они примут участие в городском гулянии. Ну а пока им необходимо освоиться и привыкнуть к новому климату. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Мошенничество через интернет. Жительница Наринмара стала жертвой жуликов, орудующих в социальной сети ВКонтакте. Схема выстроена таким образом, что жертва даже и не подозревает о том, что деньги переводят не родственникам или знакомым, а мошенникам. С просьбой одолжить 3,5 тысячи рублей к жительнице Наринмара обратилась сестра. Через социальную сеть она попросила перевести деньги на другую карту, объяснив то, что прежнее заблокировано. Однако это оказалось на развод кайферистов. Я отправила, а вечером мне пришло сообщение в этой же социальной сети от ее друга о том, что нужно связаться с сестрой, так как с ее страницы рассылается просьба по одолжить денег. И тут я поняла, что это мошенники. Это уже не первый случай вымогательства через социальные сети. Также это может происходить и в других. Это друг вокруг, одноклассники. Люди пишут, создают фейковые страницы, копируют информацию, дублируют и отсылают ее друзьям, которые в списке и просят денежки. Кто-то проявляет бедительность и переспрашивает, а кто-то может и перевести. Чтобы не стать жертвой мошенников таким способом, полицейские рекомендуют незамедлительно связаться с другом, родственником лично и уточнить, действительно ли ему нужна помощь. Не стоит полагаться только на то, что этот пользователь и вам знаком. 4 февраля во всем мире проходит под эгидой Международного дня борьбы с раком. Врачи всего мира считают, что болезнь можно предотвратить, соблюдая простые правила. Сегодня, 4 февраля, памятная дата – Всемирный день борьбы против рака. Согласно последним данным, в России в течение последних 10 лет отмечается рост заболеваемости раком в полтора раза. Одновременно с ростом заболеваемости произошло также увеличение смертности от рака. Одной из причин повышения смертности считается позднее выявление онкологических заболеваний. На основании данных сделаны чрезвычайно тревожные выводы. Каждые 17 минут в России уходит из жизни одна женщина по причине рака молочной железы. Каждые 87 минут – от рака шейки матки. В 2013 году заболеваемость на 100 тысяч по нашему округу – это было 264, в 2014 – 290 и в 2015 – 313. То есть заболеваемость, она растет. По данным наблюдений, это связано с экологией. В первую очередь вода. Нарушения, именно гормональные нарушения, стрессы, влияют очень сильно на эти заболевания, либо провоцируют их, например. Если заболевание только-только, то при наличии какого-то глубокого стресса это усугубляет. Предотвратить рак, считают окружные врачи, можно. Нам главное соблюдать элементарные нормы здорового поведения, не злоупотреблять курением и алкоголем, не набирать лишний вес, воздерживаться от длительного пребывания на солнце и в солярии, правильно питаться, а еще проходить хотя бы раз в год осмотр у онколога. Ведь главная проблема в борьбе с этим страшным заболеванием – невозможность выявить его на ранней стадии с помощью простого диагностического теста. Но это вопрос времени. Сегодня хорошая новость появилась у российских и американских ученых. Они почти одновременно опубликовали научные статьи о важном продвижении в области диагностики рака на самой ранней стадии – по анализу крови. Если необходимую финансовую поддержку найдут наши исследователи, простой и универсальный тест для ранней диагностики всех видов рака станет доступным. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова